Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре, FunPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Через месяц стартует новое дополнение. Если у вас имеется эпический ключ или вы купили эпическое издание, то начнете свой геймплей еще раньше. Само собой, в тот момент, когда прокачаетесь до 80 уровня, вам нужно будет гириться. Важно понимать, откуда мы будем брать гир, какой будет вообще этом левел у вещей и с какого числа что можно пролутывать. На фоне всего этого я сделал небольшую таблицу. Ранее уже делал в различных сезонах таблички и в текущем сезоне к новому дополнению тоже решил сделать табличку. Все обозначил цветами, все красиво абсолютно раскидал. Давайте сейчас открою ее, покажу и расскажу, как ей пользоваться. Если внимательно гляну на эту таблицу, то мы увидим кучу подчеркнутого текста. Это гиперссылки. Самое главное отличие таблицы по новому дополнению, в отличие от тех, что я делал ранее. В тот момент, когда мы наводимся на какой-либо подчеркнутый текст, нам появляется ссылочка, можем на нее нажать и откроется соответствующий сайт с нужной нам информацией. Хотим мы глянуть инфу по искре знамения, мы открываем ссылку в новой вкладке, таким образом мы смотрим абсолютно все по искорке. Какие вещицы крафтятся, куда можно закинуть, можно глянуть новости на английском, например, всякие там комментарии почитать. Все это можно реализовать. Я думаю, это очень удобно и полезно. Также можно глянуть в этом левелы, да. Я отобразил это в таблице, то, что с 584 по 597 делаются вещицы с помощью искры знамения. Но также это здесь написано текстом, то есть кому как удобнее. Может быть там какие-то изменения будут, то есть чтобы можно было сразу это все внести. Это удобно как для меня, так и для вас. Далее. Само собой нужно все смотреть слева направо. С 584 по 639 и темлевела будут ждать нас вещицы в новом сезоне нового дополнения. Если мы хотим просто ходить в ЛФР, то максимум наш темлевел будет 606. Будем мапать вещицы с помощью обветшалого герба и резного. Резные гербы отмечены красным не просто так. Красный цвет также имеется и справа. Эти гербы, эти гребни будут вылутываться с мифик нулевок, двоек и троек. Рунические гербы зеленым отмечены. Также с помощью этих рунических гребней, гербов можно крафтить зачарованный и таким образом сделать себе какую-нибудь кайфовую вещицу с украшением 619 в этом левелом. Также имеются позолоченные гербы, аналог гребня аспекта. С 623 по 632 в этом левел можно будет улучшать вещицы, если они являются легендой. И также можно будет крафтить 629-ю вещицу, что довольно-таки круто. Также все это отмечено справа. То есть если мы хотим вылутывать рунические гербы, мы должны посещать мифик данжены с 4 по 8. Вы мне не верите? Открываем гиперссылку. Давай-ка почитаем, что пишут насчет рунт, хар, бингер, крест. Пром 4, ту, плюс 8. Завар без ин, сезон 1. Вот так-то. Все доказано и все показано. Если мы хотим вылутывать максимальные гербы, то мы должны посещать девяточки и десяточки. У виклилута тоже произошло небольшое изменение. Теперь максимальные вещицы падают только с десяток. То есть если мы хотим вылутывать вещь формата легенда, то придется попотеть в десятках. Если мы хотим просто одеваться для себя, то по-хорошему опять же девяточки-десяточки, потому что мы скипаем один ранг и экономим гербы рунические. Минимально падают вещицы 610-го с семерок. Они уже являются форматом герой. Их можно обгрейить вплоть до 626-го. Нам потребуется немного руннических и немного позолоченных гербов. ТВВ вообще уникальный аддом, довольно-таки интересный. Я давненько такого не видел. Разделение нереальное по этому левелу. Если внимательно глянем заметки, которые я написал, то увидим, что нули вообще будут доступны с 11-го сентября, а мифик плюсы с 18-го сентября. Напомню, дополнение выходит 27-го августа полноценно. То есть просто две недели вы будете АФКшить, грубо говоря. Там качать персов, качать проф и заниматься какими-то ворлд-активностями. Окей, можно ходить герои к данжи. Но опять же тут имеется разделение по этому левелу. Изменения такие своеобразные. До 11-го сентября вы вылутываете 567-е вещицы, а после 11-го сентября вы вылутываете 580-е вещицы. И то есть вообще нужно ли это ходить до 11-го сентября, чтобы хоть как-то чуть-чуть загириться? Посмотрим на практике. Вылазки. Новый контент, который будет доступен в новом дополнении. Они тоже разделены по уровням. Они имеют в себе награды за прохождение. То есть это не просто какой-то там торгас, где вылутывали валюту. Тут еще и шмотки будут давать. Шмоточки по рангам раскинуты. Первый, второй, третий уровень будут доступны до 11-го сентября. А четвертый уровень вылазок будет доступен с 11-го сентября. И 587-е, 584-е вещи это в целом круто. И тогда задаешься просто вопросом, будет ли КД, а нужно ли тогда будет вообще героик Донжи ходить. В общем, все это довольно-таки интересно и своеобразно. Все вот это разделение по этим левелам. Но посмотрим. Адон уже довольно-таки там скоро выйдет. Все это потестим, все это увидим, глянем куда нужно ходить, куда не нужно ходить, куда оптимально нужно идти, а на какой контент вообще можно забить там до 11-го, до 18-го числа. Такая вот таблица получается. Легкая, простая, кайфовая и приятная глазу. Посмотрели на желтые цвета, оценили куда вам нужно идти, и пошли спокойно. Глянули на светло-синий, поняли, что нужно закрывать десяточку, и пошли крыть десяточку. Неважно в таймер, не в таймер, главное наполнить викли лут. Это самое главное в первую неделю. Викли лут поменялся. Пвп-полоску убрали, оставили ворлд-полосу, и тут мы должны закрыть либо Делвисы, то есть это вылазки, новая активность, либо какую-то ворлд-активити, может быть там убийство мирового босса, может какие-то локалки, может еще что-то. Не знаю, что они подразумевают под ворлд-активити. Рейды, данжи, все так же осталось. Как-то так вот получается. Первые две недели будут довольно-таки скучные, потом пойдем в нулевки, а потом пойдем крыть мифик плюсы. Вот так вот. Табличка будет в Дискорде в виде картинки, ссылочки абсолютно все в описании. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok